библейский портал экзегет.ру представляет 16 глава книги пророка иса я читаю свой перевод для библейского портала экзегет деление на главы искусственные вот 15 и 16 они конечно вместе 15 очень коротко муавитяне близкие родственные для израильтянам народ страдают вот какое-то великое нашествие но нашествие не просто пришли завоеватели там татар монголы фашисты неважно кто и всех захватывают да господь насылает свое воинство это воинство состоит может быть из неупомянутых ангелов которые подразумеваются исполнил помянутых очень подробно описанных земных воинов других народов других стран которые нападают которые вот такие неутомимые и с которыми не совладать и вот вавилонине у них все будет плохо вавилон будет уничтожен полностью и очень жестоко а муавитян и сая жалеет это все-таки близко родственный народ и он перечислял 15 главе разные города еще они будут снова упомянуты в 16 и вот бегут оттуда люди что же делать посылайте барашков владетелю земли из пустынные села на сионскую гору села это скала кстати вот маф это иордания сегодняшние скажем есть город петра который как раз очень похож на город скалу да потому что все вырезано в скалах возможно это он здесь имеется ввиду или другой подобный то есть посылайте дары кому израильтянам ничего себе у них бедствие а исаи ждет еще что они будут какие-то дары посылать но зачем как трепещущие птенцы что выпали из гнезда будут дочери муава у бродов арнона арнон это такой поток через который проходит граница с муавитянами собери совет прими решение среди ясного полдня стань нам тенью ночной спрячь изгнанников не выдавая скитальцев то есть муавитяне приходят к израильтянам за помощью конечно приносит с собой подарки как же еще в гости то без гостин сходить неприлично то есть муавитяне давайте к нам пусть поживут у тебя беженцы муавы укрой их своем шатре от напасти но гибель минует и пройдет опасность и не станет те кто попирал землю престол утвердиться верностью поистине в шатре давидовым сядет судья что стремится к правосудию для которого привычна справедливость да вот мы видим прекрасно что муавитяне как бы на грани да вот они израильский народ но не совсем они не израильтяне они всего лишь те кто к израильтянам прибегают минуту опасности за помощью и действительно однажды в шатре давидовым сядет судья что стремится к правосудию все будет так как должно быть для которого привычно справедливость и наверное то что постигла муав и тоже не совсем беспричинно слыхали мы о гордости муава до чего же они собой гордятся его заносчивость гордость и надменность одна похвальба пустая потому и рыдает муав о муав весь он скорбит вот похвальба приводит к бедствиям да и с израильтянами то же самое но с муавитянами это в данном случае и дальше вот муавитяне близки исаи вот как-то у него сердечное к ним отношение о муав весь он скорбит где же изюм из кирхарэш это увы только стоны изонуренных наверное очень хороший изюм там делали поля хишбоны оскудели виноградники сивмы погибли а ведь они вождей народов с ног валили вероятно такое прекрасное вино его пили вожди народов пока вот прям с ног не падали вот отборного из сивмы вот урожай хишбоны да мы сегодня там думаем какие-нибудь на черноземье прекрасные там фрукты растут виноградники там грузии да вот а тогда все это тоже было просто другие географические точки их отборные лозы достигали язера их побеги оплетали пустыню разрастались за море тянулись образ виноградной лозы она же такая она ветвистая и тянется по земле вот эти лозы по пустыне аж за море то есть наверное муав славился своим вином и всюду продавали его зарыдаю горько вместе с язером о виноградниках сивмы вас хишбоны и ляля рашу слезами от все название городов муава нету больше у вас жатвы окончен ваш праздник урожая ликование радость прекратились на земле некогда плодородной виноградниках смолкли песни утихли радостные крики не топчут давильных винограды я прекратил праздник виноградаре явно у исаев свой какой-то опыт вот как в кахете осенью поехать на сбор винограда на все эти праздники на дегустацию молодого вина он наверное в муав так ездил да и как ему горько что это все прекращается стонет мое сердце о муаве как лира акир харэш эти душа рыдает ну и что все таки вот что все таки с мамой будет дальше отправиться муав на высоты но только себя изнурит напрасно молясь своих светильщик без толку они же язычники им подсказывают в начале главы было обратитесь к израильтянам за помощью за подсказкой примите их вот как свою точку сборки мы много раз говорили уже сейчас повторю что для исаи да и вообще до ветхозаветных пророков израиль это точка сборки где человечество встречается с богом где они присоединяются к этому культу единого бога издавна господь говорит это слово изрок это слова о муаве а теперь господь говорит пройдет еще три года года который наемники служат ну то есть год который служат наемники это сначала до конца сельскохозяйственного сезона мы правда точно не знаем, когда у них был начало, когда конец, пройдет еще три года, года, которые наемники служат, и будет унижена слава Муава, при всем его многолюдстве, мало что останется от его мощи. Вот заранее предупреждено, и у вас еще есть время для того, чтобы обратиться не к своим высотам, а к израильтянам за почитанием единого Бога. Давайте, маавитяне, решайте что-нибудь. Вот тут такое предупреждение очень своевременное и ясное. Следующая на очереди Сирия, это будет 17 главе.